Здарова, YouTube! Итак, начнём. Просили, получаем. Пять дней назад я снял и отправил свою приборку в Москву на русификацию через транспортную компанию, чтобы внедрить в неё, так сказать, русский язык. Если вам интересно, как снять приборную панель с машины, то в комментариях пишем, как снять приборку. Если вам неинтересны вы гуру во всём этом, так и пишем, неинтересно. Но если вы хотите просто продвижение канала, напишите просто что угодно или просто топ. И вот сегодня я еду за приборкой. Она наконец-то приехала спустя... О, просто очень много времени. Поехали! Как видели, я возвращался на такси. Сняв приборку, ребят, двигаться на своей машине будет очень сложно. Она блокируется. Ну как блокируется? Переходит в режим аварийности. Она стартует с третьей передачи. Максимум у неё третья передача. Ну, в общем, ну как сказал гуру Евгений, они говорят, нет, ребята катаются, у них все передачи переключаются. Но я переводил даже в Типтроник и пытался в ручном режиме. У меня лично ничего не выходило. Максимум скорость 35 километров. Я передвигался без приборной панели. В итоге я оставил машину стенки и передвигался всё это время на такси. Это надо учесть. Погнали! Обзор! Итак, что у нас тут? Пожалуйста, пристегните ремень. Пройти дальний свет. Справа. Слева. Ну это мы помним, да, то, что у меня до сих пор с фарами не решён вопрос. Запас хода 180 километров. Основное меню, да, у нас получается. Со старта можно проверить информацию с момента заправки постоянно. И предупреждать при скорости. То есть мы можем поставить. И здесь нас будет, так сказать, показывать, как он превышать. Превышение скорости, лимит мы можем себе поставить. Что у нас здесь есть? Время движения. То есть с момента старта мы здесь видим, да? Моментальный расход. Средний расход. Запас хода. Пробег. Так, ну так как я только что его воткнул, приборный компьютер, он обнулился. Так, стоп, стоп. Средняя скорость, соответственно, по нулям. Время. Погнали. По комфорту у нас, да? Тревога. То есть в салоне, при наклоне. Свет и обзор. Ну, коминг-хом, ливинг-хом, так и без перевода, да? Так. Подсветка, пространство, ног. Дневные ходовые огни, заводские настройки. То есть теперь всё это у нас проще. Назад. Зимние шины. Вот она, помните, да? Настройка. То есть ставим здесь ту скорость, при которой он будет сигнализировать язык. Кстати, вот сейчас у меня какой стоит? Немецкий? Английский ставим, ну-ка, назад. Нет, он у меня. Давайте выберем немецкий. То есть получается у меня теперь всё на... Испанский. Французский. Короче, у нас теперь только русский язык. Так, что мы ещё тут? Зимние шины. Язык единицы измерения. Температура. Здесь у нас километры на литры и литры на 100 километров. Вот это у нас получается в галлонах. Скорость в милях. Интервал ТО. ТО у нас через 363 дня. Так, назад. Заводские настройки. Ну, собственно, что нам ещё тут интересно? Ошибки здесь будут выскакивать прикольные. То есть теперь можно прочитать их на русском. Ещё видим, да? Габаритный. Огонь включён. А если мы сейчас ещё включим, то вот у нас парковочный огонь включён. Это то, что касается микрика. Микрика. Я уже починил микрик. У меня уже дверь видно. Вот, скоро будет видео. Открытие дверей. Задняя дверь. Автоматическое запирание. Автоматическое отпирание. Ну, всё, как я и говорил. Что ещё у нас? Подтверждение сигнализации. Указатели поворота. Нужны они нам или нет. Регулировка зеркал. Оба или одно. В мой инстаграм, то есть я выкладывал, что я приборку отправляю, очень много поступило вопросов. И я сейчас разберу ваши вопросы. Первое. А можно ли то же самое проделать с дорестайлингом? Смотрим фото. Можно, но у неё баги. То есть куча багов. Гуру сказал, пока я решение не смог найти. Пока так. Не думаю, что найдутся желающие, которые хотят приборку с багами. Ну, с ошибками по-русски. Вопросы также были, а можно ли монохромный дисплейчик русифицировать? Ответ от Евгения. Нашего маэстро зовут Евгений. Запоминаем. Но в описании будут и его контакты. Вся необходимая информация будет внизу. Так вот он ответил хэзэ. Говорит, желающих очень мало. И я даже этого не пробовал. Потому что, ну, для чего это делать? Если наберётся такой клуб монохромщиков, я имею в виду, человек 10, 20, 30, сразу пишем. Договариваемся. По стоимости, по стоимости 3000 рублей. По времени от получаса до того момента, как получат приборку. Ну и кто досмотрел до этого момента. Ребят, лайк, дизлайк оцениваем. Оцениваем это видео. Если остались вопросы, пишите комментарии. Если я долго не отвечаю на ваши вопросы, пишите в личку Инстаграма. Там я отвечу. С задержкой отвечу.